Ирина, как тебя зовут, это хоть? И опять меня зовут Ирина. Всё ещё. О чём ты говоришь? Что ожидаешь от встречи, о чём хотела бы поговорить, и настроение, что интересно в жизни происходит у тебя? Я как раз хотела бы поговорить об ожиданиях. Об ожиданиях вообще. Я вот ничего не ожидаю. И много кому советую. Ничего не ожидать, всё будет хорошо. Ну, пока всё. Меня зовут Ирина. Нет, это слишком круто, чтобы быть правдой. Что я могу поделать? Ты не веришь этому, да? Вот говорят, цель, цель, цель. Да не может быть цель. Ты? Ты? Вот проснулся. Они идут и с вашей души, и с утра, и если действительно нужно. А не то, что там... Нет, цель обязательно нужно ставить. Тут, там, схватил, там уже навязал. Хорошо, теперь я буду знать, что мне отвечать, когда будут говорить, нужно готовить клуб, нужно темы заранее, там, ставить цели. У меня появилась поддержка. И вот то, что когда поставишь цель, идёт вот этот вот сигнал вовне, в коллективной бессознательной, который приходит обратно, который ты должен обработать правильно. Вот. Но ты не должен ставить на цель, в общем, есть нюансы. Ты должен ставить на процесс. Вот это да. Вот. И быть готовым, что может быть полный провал, вот, и полная, это, так сказать, победа. Вот. Ты можешь только на это ставить. Вот. Мы играли как-то в футбол, ещё в студенческие времена. И так получилось, что играли белые против афроамериканцев. Ну, человек, наверное, нас семь было вот. Мы студенты были. И там студенты вот так. И за белых играл? Удивительно. Зелёный. Да. И я обратил внимание, что мы очень по-разному играли. У нас была цель забить как можно больше голу. И мы победили, в общем-то. Ну, так как со стороны, если смотреть. А у них была цель в самой игре. То есть они не ставили цели забивать. И они получали от самой игры удовольствие. А мы получали удовольствие только тогда, когда гол забивали. Чем мы отличаемся от других. А как ты определил их цель? А это не только моё было мнение. Потом мы же рефлексировали, всё. Обсуждали. Обсуждали. Оно же видно. Как человек себя ведёт. Вот я играю в теннис. Ну, в пинг-понг. Небольшой я в пинг-понг. И видно сразу по партнёру. Или он хочет выиграть, или он хочет поиграть с удовольствием. Это же сразу бросается в глаза. Да, поэтому это очевидно. Да, хорошо. Ирина, ещё что есть сказать с Силе? Да, пока нет. А комфортно вот в этом состоянии, когда нет цели? Потому что для меня, например, нет. То есть для меня, когда у меня такой период выступает, когда я нахожусь без цели, скажем, да? То для меня это тревожное состояние. Потому что, ну, это очень тяжело, когда ты вот в таком состоянии, когда тебе ничего не интересно. Ты вот не можешь, ты вот как будто заблудился сам с собой, да? И это вызывает дикое чувство тревоги, неудовлетворённости, да? Даже проблема не в том, что всё время куда-то гнаться, что-то там стремиться, да? Ну, хотя бы понимать, к чему ты вообще идёшь, в каком у тебя направлении. А тогда ты даже этого для себя не можешь не заблудить. Это просто тяжело для меня так вот. Хотела бы узнать. Я понимаю, о чём вы говорите, и это присутствует. Если не контролировать себя, не знаю, правильно это слово или неправильно, лекарство от этого, ну, по моему мнению, опять же, я не знаю действительно, где это так, нахождение просто в настоящем моменте. Ну, о чём и говорят, как бы, там, знающие люди. Молодец. Вы не можете сейчас, вот сидя на стуле, вы можете в мыслях там делать всё, что угодно. Вышивать там, да, там, крестить детей там и всё прочее. Ну, вы на самом деле этого не делаете, а только переживаете по тому поводу, чего, ну, о том, чего нет. А на самом деле есть сейчас вот этот момент, и вы сидите на этом стуле и пейте кофе. Так пейте же кофе. С осаждением. И не задавайте свои вопросы. Если это отслеживать, если наблюдать вот именно это состояние, то чувство тревоги, оно сходит на нет потихонечку. Вот и всё. Мне кажется, это самое заворядное явление, постоянно присутствующее в любом из нас. Всё очень просто. Вот, допустим, просыпаешься, ну, просыпаешься, конечно, немножко не здесь. Ну, не совсем как-то здесь. И какое-то время, непонятно какое, ну, не небольшое, не маленькое, нужно для того, чтобы как-то маленько прийти, как говорится, в себя. То есть я думаю, что это и есть прийти в цель. Потому что сначала получается, что вот надо, значит, это купить скотч там, купить, значит, сверло на 3 миллиметра надо купить там. И потом понемножечку так. А если сверло, то по пути, значит, его туда заскочить. И получается, что ага, ну, типа надо вон-вон куда, потому что тогда всё по пути выстроится. И если ты сюда сделаешь два дела, то туда 10 дел по пути. И эта мысль крепнет, она превращается уже как бы в цель. И по мере того, как она это делает, превращается, ты просыпаешься и уже просыпаешься уже, как это называется, озабоченный этим. И тем, что оно в тебе есть, не вообще, вот, птички поют, а конкретно туда, потому что там 10 дел выгода. И это, ну, на мой взгляд, стандартнейший из моментов внутренней жизни. Нет, ну, это так же, как мы, допустим, мы контактируем с разными людьми, да, бывают люди, которые, ну, чего-то желают элементарно, да, вот, и они вот наполнены этой жизнью, они там куда-то двигаются. Даже вот просто в течение дня, как вот Михаил говорит, у человека там выстроена какая-то пленая цепочка, я понимаю, что у человека есть желание что-либо делать. То есть он самостоятельно же созидает эти цели для себя на день, допустим, да. То есть я понимаю, что у человека есть желание что-то делать, жить. Ну, для меня это хорошо. А есть люди, ну, или, допустим, вот в каком, например, я там сейчас состояние нахожусь, когда мне вообще всё равно, что я делаю, делаю, не делаю, вот просто полный амор и меня это пугает. То есть у меня вот это состояние, это вот, ну, есть вот люди пустые, допустим. Просто у кого-то есть это периодами, а есть люди, которые вообще по жизни, вот они пустые, им ничего не надо, им ничего не интересно, они не наполнены, они не стараются наполниться, они ничего не могут создать. Но это должно быть обязательно. Это тепло-хладность, вот в православной традиции, если говорить. Состояние такое. Какое? Это два состояния. Состояние депрессии и состояние спокойствия. Не надо путаться. Понимаешь? Вот такие депрессивные состояния, когда человеку ничего не хочется, ничего, они это самое, он тоже отсутствует в настоящем моменте. Он не присутствует. Он всё равно в своих мыслях. Слово медитация подразумевает не отсутствие мыслей, но спокойно не реагировать на свои мысли, понимаешь? На те мысли, которые тебе говорят, что если ты не поставишь цель, то твой день будет прожит бессмысленно. Вот Михаил говорил о том, что он утром просыпается, там сверла и тейп. Вот. Но вот в этот момент, если осознавать, что около миллиона людей вообще не просыпаются этим утром, то есть ощутить радость от того, что ты проснулся, что ты проснулся, и ты проснулся... Хотя даже и без сверла. Вот. Каждую ночь, вот мудрецы говорят, ты высыпаешь, и ты не знаешь, где ты проснёшься. Или в другом теле, или в этой жизни только... Как интересно. Да. Это интересное дело. И о присутствии в настоящем моменте, это... Мы всегда присутствуем, мы так или иначе присутствуем в настоящем моменте, но то, что с нами делает наш мозг, то, что он нас уносит во вчера и завтра, даже присутствуя в настоящем моменте, это его работа, это орган, который создан природой для выживания. Он поставлен природой, сделан природой для выживания вот этой плоти. Понимаешь, без него мы не можем работать. Супер, супер, суперточный, суперсовершенный орган, равного которому ещё человек не придумал. Чуть-чуть. Может быть, когда уже фанковые компьютеры появятся, может быть, что-то подобное. Но всё равно это орган, с помощью которого мы можем только осознать, что мы не есть вот эта плоть, что мы не есть этот разум, что мы есть нечто большее. Вот подсознание, может быть, абсолют какой-то. То, о чём говорят мудрецы, которые знали об устройстве этой Вселенной уже 2-3 тысячи лет тому назад. К чему учёные сейчас маленькими шажками, шажками пробы ошибок подбираются, пытаются определить, что это такое. Но учёные идут по другому пути. Они пытаются всё расщепить, всё разрезать, всё посмотреть. А духовные практики, они позволяют видеть всё в целом. Как это в целом работает. Без деления это на части. Вот вся разница. То есть тот путь нормальный, и тот путь нормальный. Они как бы два совершенно противоположных пути, Но, в принципе, они, видимо, идут такой параллельно. Каждый орган совершенен. Нельзя сказать, что голова у нас совершеннее, чем, скажем, ну, что-нибудь. Я не сравнил. Миша, я не сравнил. Все органы совершенны. Все органы... Мне 70 лет, и никогда я не был так здоров, как в 70. И диму даюсь, что это же надо было Такую хренотень сделать на 70 лет. Страшное дело... Куда его девать? Да, нет, знаю. И знакомство, ну, в каком-то смысле, надо быть врачом, Для того, чтобы хотеть анатомию хотя бы знать. И если мы... То есть тебе ещё и в этом повезло? И в этом повезло. Ну, совершенно случайно, но повезло. Потому что я примерно знаю, как там оно... Куда вдыхает, куда выдыхает. И для меня доставляет странное удовольствие заболеть. Поскольку, как врач, я имею дело с придурками. Как кто-то из русских классиков дореволюционных говорил. Унутрях болит, ни ищет, ни пить не может. Жалоба. Вот. И вот это вот и... Пойми. То ли дело, сам заболел. Вот, красота. Разбирайся. И я помню, будучи судовым врачом, то есть единственным человеком... На корабле. На корабле. На корабле, где 70 человек, экипаж. Вот. Я заболел этим самым гайморитом. Как-то так заболел, что прямо зелёные сопли из двух ноздрей хотят ламывать. А все остальные здоровые. А все остальные здоровые. Все. Ага. Вот. И мне пришло в голову, что я должен изобрести способ лечения гайморитом. Ну, изобрести. У меня нет другого выхода. У тебя права нет не изобрести даже. И изобрести. Вот. И чего я только не пихал, не заливал, не вдыхал. Потерял в результате полностью то, что называется обонянием. Его у меня нету сейчас. Ну, это понятно. Какие агрессивные. Агрессивные всякие. Какой аморитом пополам. И потом понемножечку, вот, допустим, как-то вот так вот лёжа, вот так вот с этими соплями. И потом, значит, и смотрю, а один-то нос всегда дышит. Потом, значит, это закрывается, а этот в ту же секунду открывается. Никто нигде не описал. Никлоровской болезни. Что оказывается, такая очередность есть. Каждый 20 минут. И никто не описал. Открывается. Открывается, закрывается. И потом, значит, оказывается, что просто, если просто шмыргать, просто набрать, вот, и шмыргать термосом, который... А что набирать надо? Да неважно. Все что угодно. Жидкость. Вот. А это тайна. И получается, что я не могу промыть сразу две половинки. Так и не надо. Через там минуту откроется это, другая половинка, то кидайся промывать. А всё на готове. В принципе, выбор невелик. Антисептик, антисептик, ну, и какой-нибудь антибиотик, ну, в принципе, или даже просто количество воды. Морская вода. Количество, нет, морская вода, это изотонический раствор, она не действует. Она антисептиком не является. Другое дело. А антисептик описывает. Не 0,9%, а 10%. Это действует. Ну, и, ну, и примерно вот так. Всё. Всё. И я буквально, получается, через полдня, изобретя вот это вот, а дело-то оказалось, ну, простейшее. Набираешь сюда в ладошку что? Воду, имеющую жидкую температуру. Имеющую температуру. Она всё равно же имеет температуру. Хоть какую. Хоть горячая, хоть холодная. Она имеет температуру. Причём отличающуюся от моей. И я если шмыргаю, 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 и раз то. Что с температурой, отличающейся от меня, оказалось у меня внутри головы, оно оказалось в гайморовой пазухе. Всё. Я добился своего. Всё. Через 20 минут это закрылось. Ну, и хрен с ней. Это зато открылось. Я промываю другую, то же самое добиваюсь. Я здоров. Правда, абонения нет. Ну, абонения. Изобретение состоялось. И шо? Вы думаете, кто-нибудь это зарегистрировал? Ну, хрен. А никто? Ты должен сам его зарегистрировать. Кто же за тебя это сделает? Миша, по поводу промывания носа, у меня тоже была проблема по этим промывать нос. У меня были перегородки шумные. Вообще, я пластику делал в связи с этим. Это не чувствую красивую нос. Кстати, да, а почему? Он дорогой. Он дорогой. Да. Всё, просто разруху к моему растению. Мы не фактически что-то американцы. Когда ты промываешь... Насчёт 20 минут вот перерыва, мне врач один сказал, что каждая ноздря дышит через 20 минут. Ну, плюс-минус там. То есть там об этом уже давно... Так вот, когда ты промываешь ноздрю, желательно пальцем закрывать ухо. Допустим, ты промываешь левую ноздрю, правое ухо надо закрывать. Потому что есть вероятность... У нас же вот эти вот органы, ухо-городо-нос, они связаны между собой, ну, каналы, чтобы не попадали или вода, или там бактерии в эти пазухи. Чтобы их промывать, нужно закрывать. Ну, так это работает. Нам нужно одним пальчиком закрывать ухо. И тогда эта процедура очень... Ну, с тех пор, со временем изобретения, прошло 30 лет. Да, 30 лет я промываю, не закрывая ухо. Тоже практика. Тоже практика. Это уже статистика. Вот поэтому ты обоняние потерял. Да, поэтому у тебя... Обоняния нету, да. Ну, невелика потеря, думаю. Ну, конечно. Мы-то так видим, что человек, допустим, не... Просто не был знаком с ним еще. А чего все нюхать? Обязательно все нюхать. И оно восстановится, обоняние. Никогда. Да, это программа. Окей. Это программа. Так, идем дальше. Да, идем дальше. Просто как-то я... Быстрее по три минутки. Да, ну, меня зовут Александр. Я не знаю, о чем говорить. Нет, во-первых, я... А вопрос, это не ты случайно? Это, да. Мне приятно видеть Алексея, потому что это... Один из тех людей, с кем я познакомился, когда только приехал в Анапу. У нас как-то сразу быстро образовался клуб, и вот один Алексей, второй Алексей, вот они сразу стали... И ты всегда загадывал желание, поэтому у тебя все получалось. Да, поэтому мне приятно видеть, что Алексей снова в Анапе. И все могут загадать сразу. Да. И вот я обратил внимание на фразу Алексея, что он говорит, как все у нас меняется, как меняется Москва, как меняется Анапа, и человек, который переезжает из города в город, это сразу бросается в глаза. И вот как раз об этом я сейчас, и этим я сейчас занимаюсь. Я для Алексея говорю... То есть благодаря тебе так хорошо у нас стало в Анапе? В последнее время увлекся урбанистикой, понял, что это очень интересная наука, о которой в России практически никак они не говорят, не учат. Урбанизация. Это наука об устройстве городов, как города устраиваются, как они делаются комфортными для людей, как развивается транспортная система, как развиваются места какого-то общественного пользования, общественное пространство, тротуары, улицы, дома, фасады, вывески, фонари и прочее, прочее, прочее. Все это, оказывается, работает на наше настроение. То есть мы... Почему я понял, наконец, почему я уехал из Читы? Я долго не мог понять, я объяснял это даже идеологическими соображениями. А оказалось, что нет, все очень просто, что я уехал из менее комфортной среды в более комфортную. Вот. Мы можем наблюдать это даже на примере одного отдельно взятого города Анапы. Почему мы ходим именно по этой улице, а не по другой? Почему мы ходим по этой стороне тротуара, а не по противоположной стороне? Вот. Все это очень тонко, все это связано, и это можно регулировать. Часто у нас это получается... Вот, ну, никто не задумывался, а люди вот проложили какую-то тропу. Сейчас у нас модно, и Поляков, у нас мэр, выдвинул такую, значит, идею благоустройства народных троп. И это правильно. Потому что люди, они сами знают, где им ходить. Секунду, секунду, секунду. Я обратил внимание, что действительно, вот, допустим, построили дорожки, заасфальтировали их, и обязательно появляется народная тропа, протоптанная, ее асфальтируют. Рядом появляется другая оттогда. Этого я не знаю. Вот. Почему-то. Я объясню, почему. Потому что это часто бывает в парках, потому что людям... Хочется по земле ходить. Да, они приходят в парк, они подъезжают свежим воздухом, посмотреть на зелье и пройтись по земле. И у них в подсознании, что когда ты идешь по бетонной дорожке, а часто у нас просто тупо асфальтируют, тупо бетонируют, хотя очень много сейчас в мире изобретено материалов, да даже просто мощения, каким-нибудь природным камнем, это гораздо приятнее пройти. И вот таких нюансов очень много. Я сейчас, когда в эту тему вникаю, я понимаю, что в Анапе сделано все неправильно. Вот. Ну, есть, конечно, места очень хорошие, удобные, удобные места, но очень много мест, которые требуют полной переделки. Вот. И мне как раз вот... Я знаю, что вот Казань, откуда Уиза у нас переехала, Казань у нас сейчас занимает одно из ведущих мест по уровню благоустройства. И Москва. Вот у нас два, два сейчас лидера в урбанистике, это Москва и Казань. Вот. И Анапа, как город-курорт, как город, куда съезжаются миллионы отдыхающих, тоже должен развиваться как пешеходный город для людей, для пешеходов, а не для автомобилей. Вот. Поэтому надо развивать именно пешеходные зоны. И велосипеды обязательно. И велосипеды тоже. Вот Михаил Иванович правильно сказал, что вот он идет по улице, и у него одна мысль возникла, вторая. Это тоже урбанистика. Вот почему? Потому что именно у нас основными покупателями являются именно пешеходы. Потому что человек идет по тротуару, если этот тротуар правильно устроен, он удобен, населенен, он идет мимо, значит, домов каких-то, и там обычно магазины на первых этажах. И у него возникает идея, спонтанно возникает, причем. Вот, допустим, он идет, ага, а, сверло надо купить, а тут магазин, вывеска, инструменты. Он туда заходит, идет дальше, и так же спонтанно возникает. То есть автомобилист, он тупо садится в одной точке и едет в другую точку, только от него только, значит, он, во-первых, не видит города, он не смотрит, ему надо контролировать дорогу, пешеходов, там, чтобы не вы... Он, во-первых, ограничен в восприятии вот этого прекрасного, в жизни... Нет, не на... О чём? Какой же это поятие? О жизни, вот, о которой мы говорим, вот, он на это, он не обращает внимания, вот, пешеход, он более свободен, он может пойти туда, у него загорелось, он пошел туда, вот, если еще есть такое понятие, как городская навигация, это вывески, указатели, таблички, стрелки всякие, и если в городе сделана правильная навигация, то есть она тоже управляет, допустим, идешь, у нас вот, кстати, в городе нету, я сколько раз сталкиваюсь, людей останавливают, приезжают, говорят, а как пройти к морю, как пройти к морю? У нас это самое основное лето, поэтому, естественно, должны быть в городе какие-то яркие, красивые, стильные таблички к морю, к морю, к морю, вот, конечно, обустройство пляжев, это тоже одна из тем. Вот это вот мне сейчас интересно, вот, и... Да, это мне очень сейчас интересно, и я решил, ну, начать, как бы, вот, воздействовать на наши власти, на органы соответствующие, написал обращение в администрацию городскую, написал в краевое управление ГАИ, ГИБДД, да, узнал, что там начальник есть такой, Капустин, генерал, вот, к нему обратился, и буду дальше продолжать, у меня еще в прокуратуру хочу обратиться, потом хочу обратиться в архитектуру Краснодарского края, а я хочу, вот, сделать удобным тот участок, где я сейчас живу, то есть мне неудобно ходить в магазин, вот, от моего дома, до магазина Пятерочки, который там, на Шевченко 260, неудобно, ребенка я вообще туда не могу отправить, потому что это очень опасное место, нет тротуаров, нет разметки никакой, большое скопление машин, все превращено в парковку, вот, я считаю, что это неправильно, это неудобно, мне лично неудобно, как гражданину, я считаю, чтобы мне было удобно, я считаю, что нарушены мои права на доступную, безопасную городскую среду, вот, когда в прокуратуру обращаешься, всегда надо где-то какую-то формулировку применять, ну, они молодцы, они сами, если что, поправят, пришлют ответ, и ты уже будешь вообще ориентироваться, они дают кучу ссылок на какие-то нормативные документы, а потом уже можно будет теребить другие органы, ну, это в плане такого, вот, я не хочу касаться других каких-то мест, вот это конкретно место, и там одна парковка есть на тротуаре, я тоже хочу долбить, я сфотографировал там одну машину, отправил сразу в краевое управление, и пишу, требую наказать именно вот этого водителя, вот, потому что он нарушил права парковки, вот, почему я сразу в Краснодар написал, потому что у нас есть здесь сайт, ну, Анапа все-таки маленький провинциальный городок, вот, хотя очень, так скажем, гордый, вот, какой? Ну, гордый, маленький, но гордый. А, гордый? Да, вот, ну, оказалось, что написано, извините, аккаунт неактивен, там, за неуплату отключен, ну, то есть они даже не могли проплатить свой, этот, домен, чтобы, как бы, общаться с людьми, поэтому я написал сразу в Краснодар, там все работает, вот. Ну, вот, таким образом, вот эта тема у меня сейчас интересна, я ищу, так скажем, сторонников, сподвижников, вот, но, в принципе, мне одному тоже комфортно. Можно заявочку сделать на велодорожку? Можно, конечно. Вот через тебя будем теперь обращаться. Так самое интересное, из-за чего? Велодорожки-то сделали, но сделали вот эти вот полосы, по которым, как на машине едешь, вот так вот велосипед едет по этим полосам, так вот, справа у него, справа у него. Вообще, надо, ну, еще займу буквально одну минуту. Вообще, в городе, чтобы было безопасное передвижение пешеходов и велосипедистов, улицы нужно сужать. Улицы нужно сужать, а в цивилизованных странах, таких там, как, ну, много, там можно перечислять и Испанию, и Нидерланды, вот, там специально делается искривление улиц, там заботятся о безопасности жизни людей. Понимаете? Прошло то время, вот в Америке, они были первооткрывателями, когда они делали борода для машин. Сейчас уже весь мир понял, что сколько ни делай, сколько ни делай там истакат всяких там для машин, хоть в 10 этажей, все равно машин будет много, они нам вообще не помогут все перекрыть. Мы посмотрим вверх, а там будут только одни машины ездят над нами, они все равно нам будут мешать. Плюс все эти загазованность. Вот. И сейчас ликвидируют эстакады, какие-то развязки, в общем, сужают дороги, искривляют дороги, потому что по кривой дороге, если она искривлена, не разгонишься. У нас сейчас, вот даже вот в моем дворе, двор, вот там такая дорога широченная и прямая, что как этот водитель от подъезда нажимает на гашетку, и все, и в ворота. Так не должно быть. Потому что люди ходят с колясками, дети бегают там, и, естественно, они подвергаются опасности. Поэтому что делается в цивилизованных странах? Устанавливаются просто газоны, не газоны, вазоны какие-то с цветами, клумбы. Они, во-первых, и озеленяют наш город, во-вторых, они не дают водителю разогнаться. Он разогнался там клумб, ему надо вот так огибать и выезжать спокойно уже. Поэтому вот таких вот моментов, их очень много. Я уже могу, в общем-то, такие маленькие лекции проводить, но я еще не в полной мере владею сейчас вот этой вот наукой, урбанистикой, но она очень интересна. И поэтому я вот сейчас вот увлечен, и этот год я как раз хочу посвятить вот критике, да, критике, уже в интернете заметили, что меня кто-то выпустил, чтобы я там, значит, как-то... То есть, оно все узнаваемо. Да, потому что я такие заголовки стал использовать, яркие, красивые, ну, это тоже есть такая наука. Вот, допустим, недавно гулял по улице Тургенева, какой-то дом уродский увидел совершенно. Красивый дом, постройки, наверное, ну, 60-х годов. Вот, но там пристроен к нему гараж. Я это сфотографировал, сделал такую подпись, как умеют поганить дома в Анапе. Очень ярко все оформил, ну, это тоже по всем правилам, как говорится... Хрущевка, что ли, 60-х годов? Да нет, ну, может быть, даже это 50-е. Хороший такой дом, да. Даже на английском появились посты, и что меня удивило, на английском языке, я-то почитал, интересно, надо сказать, что там... Посты, а, у меня? А, ну, я, да, некоторые посты я перевожу просто на английский язык, как бы, заглавие, иногда описание, потому что, конечно, в идеале бы еще и текст переводить, но это очень много времени, чтобы еще и переводить. Да. Нет, почему? Есть люди, которые интересуются, да. Ну, вот так примерно я закончу. Хорошо. Я хочу поаплодирую. Ну, вот я просто хотел что-то сказать. Вот мне кажется, что, так сказать, зател ты, конечно, такое благое дело. Я думаю, что здесь, конечно, этим вопросом должны заниматься профессионалы вот на таких уровнях городостроительства. желательно изначально, так сказать, когда планируется, там, здание, с учетом того, что уже построено, вот. А переделывать это, конечно, все очень затратно. И дорого, да, конечно. И приходится вот тратить кучу лишней энергии, сил, чтобы чего-то добиваться, потому что, как правило, оказывается, что в бюджете на это не находится денег. Но, собственно, проблема понятная. Хорошо бы, если бы там все изначально по фэн-шую как-то еще учитывали. То есть там, как бы, и был научный подход. И я думаю, что это утопическая идея, по большому счету. Потому что легче построить новый город с учетом уже... Да, только хотел сказать, переезжать в Солнце. Нет, есть такие города Солнца, и как будто бы даже они были в древности, они по кругу должны быть. Алексей. Не перебивай, я тебя пытался, мне не позволил, я тебе не позволил. Вот. То есть с учетом, вот как бы... То есть это будут, я думаю, города будущего. И ты свою лепту в этом вносишь. И когда придет общее такое понимание того, что действительно нужно строить изначально, как бы, с нуля вот такие города, уже совершенные, вот, тогда эта проблема, только тогда эта проблема будет решена. Сейчас можно, конечно, просто улучшать до бесконечности. Это будет улучшать, конечно, жизнь, там, удобства какие-то в плане, там, безопасности для детишек. Это будет иметь свои плоды. Поэтому мы поддерживаем, конечно, твои урбанистические... Улучшать-то улучшать, но он же говорит, чтобы не ухудшать. Но этого не происходит. Очень часто... Хотя бы, чтобы он этого добился. Да. Хотя бы это, это было бы уже достижение. Ну и я думаю, что ты себе много нервов попортишь. Или тебе попортят еще вот на этом. Потому что люди сосредоставляются. Он был казахстан, сейчас он урбанизатор. Если ему эта идея нравится, если он готов вложить в это свое время и свою энергию, я думаю, что оно воздастся ему. Потому что любая идея... Вообще этот мир был создан, я думаю, сначала была идея какая-то. Цель была. Не все, не все. Она идея, именно идея. Все начинается с идеи. Поэтому нет... Ты знаешь, вот я был в Израиле, там этот... Иерусалим, да, там раскопки проводят. Там находят эти города, один над другим стоят. Анапа такой город, он же тоже, это живое, нечто живое. В природе все видоизменяется. Все, что-то рушится, что-то строится новое. И эта идея, вот забросив зерно, эта идея, в умы, так сказать, ну, я перефразирую, твои слова-то администрации в уши. Не вову, а администрации в уши. То есть где-то зерно будет заброшено, и грядут новые поколения, грядут новые люди. Грядут новые люди, которые захотят что-то изменить. В том, что, ну, в устоявшемся болоте, будем так говорить. Сделать его более приглядным. Потому что место, вот location, для реалторов, что главное? Location, location, location. То есть место, которое выбрано для Анапы, оно идеально. Оно идеально. Здесь есть и горы, здесь есть и просторы, эти самые. Морридики. Да, здесь климат идеальный. Ну, в принципе, относительно идеальный, ну, относительно черноморского побережья. Субтропики скоро здесь будут, да, говорят. Да, и то есть место, идеальное место, и на этом идеальном месте уже можно что-то создавать то, что даже из того, что уже есть, можно это благоустроить, благоукрасить, видоизменить, вот, так сказать, нужды. А идея того, чтобы отказаться от вот этих машин, которые там из одного конца двора во второй на предельной скорости мчатся, это вообще идеальная идея. Одна машина за сутки сжигает кислорода, сколько нужно человеку, на год хватает. То есть, вот, как бы это просто ужасно, конечно. Наверное, да. Ну, придут новые машины, будут электромашины, они уже есть, и будут другие виды топлива. Это, я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, чтобы человеку пройти ногами и проехать на велосипеде. Я тоже за уменьшение количества машин. Конечно, количество машин было, вся тенденция сейчас в мире, чтобы, так сказать, это проблема всех крупных городов и мелких городов, таких, как Анапа, где большое количество машин. Ну, курортных, чистых, которые должны быть. Да, съезжаются. Поэтому я очень рад, что Александр взялся за это мне прямо... Я не могу оставить без внимания Луизу, которая... Чуть позже присоединилась к вам. Да. Так, напомните, о чем мы говорим? О жизни. О жизни, да. Все прошедшие недели, да? Сейчас ты можешь уже говорить обо всем. О, обо всем, да. Как спрашиваете, что ты не работаешь? Как? Вы знаете, что и тема, конечно, да. Вы знаете, ну... Просыпаясь, Алик, ты когда утром думаешь о сверлее или нет? Нет, не о сверлее. Вот совершенно недавно мне приснился удивительный сон. Мне очень приятно. Тем не менее, во сне меня обважали какие-то очень неприятные, то есть ощущение было негодоватое, с которым я проснулась. И вот эта неделя была вся окрашена с таким вот негативом, прям буквально действительно. И приходилось сталкиваться с людьми, которые были весьма неприятными. И вот сегодня, придя в этот клуб, я поняла, что вообще в жизни все прекрасно. Мне интересна была тема Ирины, которая так быстро высказалась в двух предложениях и снова в ракушку ушла. И я так думаю, что у нее там такой глубокий красивый мир, который просто она пока не хочет открывать. Тем не менее, ее такая идея, что просто, да, просыпаться и жить. И кто сказал, что должна быть цель в жизни? А действительно, кто сказал, что должна быть цель в жизни? Такой философский красивый вопрос, да. Так что я благодарна, что я когда-то при комментии со Светланой с вами познакомилась. Это очень приятно, да. Ну и о планах на будущее опять, да, о планах на будущее. То есть планы, 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 планы. Вот что бы с ними сделать, да. Вот сверло купить-то не хочется. Скотч тоже не может. Как жить, чтобы не работать, вы знаете. Счастливое время проводения. И чтобы все было при этом. И все, что было. Ой, вы знаете, а да, все есть. И ничего за это не было. Вот я подошла к подмену и думаю, а чтобы загадать, вот такое, говорит, надо поросить что-нибудь, думаю, а что просить, да. Ну, понятно, здоровье деятельным, здоровье венокам и так далее, там мир во всем мире. И поймала себя на мысли, что надо только благодарить, а ничего не просить, и вообще все хорошо. Море, солнце, прекрасные люди. А к слову можно добавить, как раз вот этот очень важный момент. Вот многие ли задумывались, я как раз тоже на эту тему уже посмотрел назад, что сейчас, в данный момент даже, каждый имеет все то, что он должен иметь. То есть, там смотрите, там есть истинные желания, а есть желания, которые идут вот из головы. Да, и вот там, я такой нюанс один раз был, я хотел просто купить BMW, вот мне так, вот как, 18 лет, 20 лет. Не Мерседес. Желание, да, вот, все, я купил, у меня после вот этого все, вот, все, ничего не надо. Вот, то есть, я, блин, я был уверен, что я ее куплю всеми правдами и неправдами. То есть, я, блин, сделал себе промежуток 5 лет. В итоге я ее купил за 2 года. Вот, все, потом, короче, когда я ее купил, мне что-то, ничего стало не надо. Вот, ничего не надо, все, будешь. Вот, ты что-то себе? Мелкую цель поставил. Мелкую цель поставил. Космейш, паракету надо было, да? Да, сразу. Потому что нужны деньги, а что-то работать не хочется как-то, бля, ну. BMW уже есть. Не, ну, как я ее продал, она как бы, это. И как-то, правда, всю жизнь ставишься, листами, пробиваешься, гонишься, гонишься, гонишься. Если у меня что-то нет, а ты этого не хочешь, просто-напросто, все. Вот, идиот. По этому поводу можно два слова? Вы у Луизы спрашиваете. Конечно, можно. Вам можно. Спасибо. Это очень хорошее замечание по поводу того, что, когда у тебя есть цель, ты начинаешь интенсивно стремиться к этой цели. То есть, появилась мечта сначала. А, ты прошел, ты увидел BMW. Ты увидел эту машину, она тебе понравилась. Ты ее потрогал. Или ты ее увидел у соседа и решил получить такую же. Ты начинаешь в этом отношении работать, зарабатываешь, получаешь. И вдруг ты понимаешь, что сплылась мечта идиот. Такое чувство отмянутости, что ты нет такого... А кайфа-то нет, да? Кайф, да. Она стоит на дворе, но кайф, он 2 секунды длится, и потом и что, и помню дальше что. Абсолютно. Или они материального плана имеется в виду, да? То есть, когда все время вот гонишь, 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 я все же сработала тоже на двух работах, как лошадь, прям, о, познаю к зодиаку, лошадь как раз нагружаете, я везу, всех везу называется. И потом вдруг по этой части я поняла, что, а вообще, как бы, а зачем все это, да? Ну, да, наверное, имеет право место быть такое, там, желание. Квартиру не двушку, а трешку, не трешку, а четверку, а четверку, не пятерку, там, да? Машину, ну, ладно, там, не лаги, не там, не акушку, а там что-то еще, еще. Это бесконечный процесс материального удовлетворения. А он радости какой-то не приносит. Совершенно вот спокойствия не приносит, какое-то вот благоденствие внутри. И я извиняюсь. Да, пожалуйста, конечно. У нас одному человеку нужно уйти. Вот. И мы быстренько идем на шеринг. Буквально по минутке. Ну, я, так как не говорил, как бы, начну с себя, и Александр там скажет. Будет желание, он послушает, может быть, если так срочно он убежит. Вот. И я думал о том, о чем мы сегодня говорили, Алексей. Вот. И я пришел к такому для себя заключению, что здесь мы говорим как бы о разных людях и о разных... Мы говорим, на самом деле, реальность, она вот такая целостная, мы берем из реальности одну часть, одного человека, точнее, его часть и вторую часть. И каждый говорит о своем человеке. А человек, он как бы более... он целостный. В реалии он должен иметь цель, с одной стороны, а с другой стороны, он ее не должен иметь. Вот как это может сочетаться внутри каждого человека, а внутри каждого человека это есть, вы можете подумать на досуге. Но я думаю, по факту, так оно и есть, на самом деле. Как-то так и получается. Да. Вроде бы оно и есть. Вот. И еще такое замечание. Я когда-то увлекался еще в студенческие времена, такой оккультный, там, Кастанеду читал. И потом я это отбросил, ушел в религии. Грибами не увлекался? Ну, было, было. Ну, не в такой степени, а так. А в какой? Ну, так. Я вообще люблю экспериментировать на себе, там, то попробовать, то попробовать. Состояния менялись, но вот как бы меня это не зацепило. Но вот, я не об этом хотел сказать. На самом деле, да, на самом деле, вот человек, то есть, как бы он так устроен, что он структурирует мир. Должен он переработать определенную информацию, если там горе, пережить его обязательно, если нужно выплакаться. Но, кроме, это вот в магической литературе называется тональ. То есть, это некоторая часть, которая должна тот мир, с которым он сталкивается, структурировать до точки. И, как бы, сделать его четким, организованным. То, о чем говорит Михаил Иванович постоянно. Чтобы вывозить. Да. Но у него есть и другая часть, о чем говорит Виктор у нас. Но это все в одном человеке. Это он, так называемый, нагваль. Вот. Это божественный человек. Для которого структурирование, целеполагание не важно. Это совсем другое состояние в нем. И человек периодически перепрыгивает туда-сюда и так далее. Но об этом вы можете подумать. Вот. Ну и, собственно, я все сказал. Александр. Ну, я-то скажу слово, а вы можете потом продолжить. С самого ухода, да. Ну, мне абсолютно все понравилось. Все интересно было послушать. Разные мнения, разные темы. Это все говорит о том, что это все нас волнует. Мы готовы это обсуждать. И это здорово. Вот. Ну, что еще сказать. Ну, все, я сейчас иду, ухожу. Вот, как Виктор говорил, что мы, у нас жизнь так устроена, что не знаешь, проснешься и где ты проснешься, в каком месте и с кем. И вообще в каком качестве. Я сегодня еду на похороны. Это уже один человек поехал в Суко отдыхать и там умер. Вот. Поехал на пикник и вот такая внезапная смерть. Сегодня нужно будет его проводить. Вот все, в принципе. Любовь всем в жизни. Это очень интересный. Хорошо, спасибо тебе за... Я слышала ваш рассказ, подумала, боже мой, как хорошо, что когда я паркуюсь не там, где надо, но там на тротуарах, то мне на машине это пишут. То ты не попадаешь... Да, не хочу. То не попадаешь, а на ее... Нет, 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 нет. Я прихожу к машине, а у меня ребята спрашивают, Мама, а что тебе опять написали? Мне там такое пишут, ну, в общем, нехорошее. Но это лучше, оказывается, чем... Комбуратурность. Да, с фотографией. На машине, в смысле, на бумаге? Да нет, прям вот на бумаге. Если на машине будет написано «Альбатрос», кто это написал? Да. Так, ну, на этом все. Я сейчас уже говорю на камеру. К сожалению, мы не сможем по моей вине прослушать и посмотреть все мнения о сегодняшней встрече. Но, тем не менее, до свидания. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. До следующих встреч. Помашем ручками. Пока-пока. Если там еще аккумулятор не сел. Аккумулятор не попробует... А ну, посмотри, все выглядели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова